Паси Господь вас, дорогие наши братья и сёстры. Христос воскресе! Христос воскресе! С праздником вас! Дай нам всем, Господь, всегда быть в пасхальной радости. Ведь это всё, оно возможно. Даже не то, что возможно, так оно и должно быть. Потому что с того момента, как на землю пришёл Спаситель мира, всё изменилось. Всё поменялось, и смысл уже совсем поменялся. Да, вот, как говорил святитель Иоанн Златоуст, для чего солнце светит, для чего вода журчит, для чего трава растёт, для чего всё это надо? Для того, чтобы виноград появился. А виноград нужен для того, чтобы из винограда вино сделали потом. А для чего вино нужно? Чтобы потом крови Христовой стало. Для чего земля родит пшеницу и до кола сдаёт зерно своё? Чтобы появился хлеб, в конце концов, был испечён. А зачем? Чтобы хлеб стал телом Христовым. А зачем тело и кровь нужны на земле Господа нашего? Чтоб мы с вами, люди, могли их причащаться. Господь вот так вот решил и так вот придумал. Чтоб мы через вот это, через кушение его тела и через употребление его крови могли приобщаться к его божественной жизни. Вот один умный человек сказал, что мы, приступая к христианству, ну, наверное, вообще ко всякому таинству, в том числе к такому величайшему таинству причащения, мы должны иметь очень такое определённое состояние. Нам должно быть очень плохо от себя самих. Вот. Там буквально, как он сказал, тошнить человека должно от своей жизни. То есть человеку настолько должно хотеться перемен, настолько ему должно хотеться измениться, настолько должно ему хотеться оторваться от всего своего вот этого дурного, непонятного, такого ошибочного, больного прошлого. Вот. И настолько должно ему хотеться новой жизни. Вот. Потому что как раз вот в таком случае она, новая эта жизнь, она и наступает. Господь пришёл на землю, чтобы дать людям возможность вот этой новой жизни. Ее принимают те, кто не желает оставаться в своем старом состоянии. Вот это вот, опять же, хорошо бы нам всегда иметь внутри себя, чтобы мы не держались за старое, всегда стремились к новому, никогда не останавливались на достигнутом. Чтобы каждый раз, когда мы с вами идем в Храм Божий, это было началом, опять же, новой жизни. Снова и снова, чтобы как будто сегодня жизнь вообще только началась у нас с вами. Вот можем мы же так рассуждать? Вот теоретически можем. Знаете, вот есть же такая символика, что человек вот лег спать, как будто умер, а проснулся, будто ожил. Редко кто себя во сне помнит. Вот проснулся, как будто родился, и вот тебе жизнь человек. Вот тебе жизнь, которая состоит из-за того дня. Прошлого уже нет, какое бы оно ни было, его уже не изменишь, не исправишь, не вернешь. А вот какая у тебя сегодня человек будет жизнь? Что сегодня в твоей жизни будет? Что будет хорошего, что будет плохого, тебе самому решать. А Господь нам предлагает вот эту жизнь новую, жизнь божественную. То есть мы причащаемся во тело и крови, чтобы жить с ним одной жизнью, чтобы быть с ним вот-вот вместе. И вот, возможно, от того наша жизнь духовно не очень получается, что мы вот об этом не помним. Мы вот часто причастились, ну и вроде как бы и расслабились, и успокоились. И вроде как бы само по себе что-то должно происходить. Нет, ничего подобного. Вот ты приобщился к жизни божественной, все, давай начинать подражать Христу. Прямо с этого момента. Тут же себе определи, как бы Господь поступал, как бы Он говорил, как бы Он делал. И все, и давай вовсю старайся вот как бы вот Ему следовать. Потому что в твоих венах тебе теперь течет Его кровь, Господа, Бога. То есть все, для тебя уже нет ничего невозможного. Не ограничивай себя унынием и не ограничивай себя ленью. Господь на земле церковь основал, чтобы нам постоянно напоминать и учить, как надо делать, что надо делать, какими надо быть. Вот мы вот сегодня в этот вот пасхальный вот этот день, да, вот у нас эти 40 дней, особенно церковь празднует Пасху Христову. И вот эти вот воскресные евангельские чтения, они все посвящены вот очень таким важным вещам, связанным с воскресением Христовым в том числе. Вот Господь, ведь Он как замышлял, что Он придет на землю, и дальше начнется вот это новое человечество. Он церковь основал на земле, чтобы люди, которые в церкви есть, мы с вами христиане, чтобы могли дальше идти и продолжать дело Господа нашего. Да, вот и сегодня мы с вами слышали эту историю, как Спаситель вместе со своими учениками пришел в один город, где самаряне жили. Ну там история такая особенная, самаряне с иудеями особо не общались, у них там было из-за чего конфликтовать, причем конфликт этот был уже застарелый и привычный. И люди привыкли к тому, что друг в друге видели врагов, противников. И даже не потому, что они как-то действительно, знаете, вот каждому иудею в жизни обязательно находился какой-то самарянин, которому жить мешал. Не было такого. То же самое, да и самаряне жили, ну как-то стараясь жить так, чтобы и пересекаться-то даже не приходилось, ну без какой-то крайней нужды. Вот. То есть личных-то обид вроде бы не было, вот что самое интересное. Вот личных. Знаете, как вот пришел тебе человек домой и нахамил, не знаю, или еще где-то, кто-то обидел тебя, лично обидел. Такого, ну, не было. Но по привычке, по привычке друг в друге видели неприятеля. Вот у нас бывает так в жизни? Вот. Бывает? Бывает. Мы к определенным людям относимся как бы, знаете, за глаза, да, вот за глаза их как бы ожидаем от них чего-то плохого, и за глаза их ругаем. Вот бывает даже не просто каких-то отдельных личностей, а прямо бывает даже целые народы готовы ругать. Вот у нас в людях это все осталось, ничего не поменялось. Да, вот, не знаю, там, очень много лет мы, знаете, какая у человека, у советского была ассоциация с словом немец? Враг. Враг. Правильно? Вот. Да, потому что в свое время этот народ вот послужил, так скажем, в кавычках, да, такому делу плохому и злому, да, распространению вот этой беды, этой отравы, да, фашизма по земле. Вот, ну а что, фашистов больше не было, что ли, нигде, кроме как в Германии? Были итальянские фашисты? Были. А скажет итальянец, как-то нет сразу, что оно всплывает? Ну, спагетти вот, да, вот, макароны, да, ведь какой-то юг, южный берег, да, это Средиземное море, бескрайние виноградные поля, что-то, знаете, вот так вот горячие итальянские люди, вот их песни, да, ведь? А фашизм почему-то не всплывает. Вот что не было фашизма и в каких-то там других странах где-то там, в Испании был фашизм, да везде, наверное, до этого, знаете, такие националистические настроения доходили в той или иной степени. Ну вот нет, ну немцы вот так вот, скажем, постарались для себя. Сейчас еще неизвестно, сколько времени будет им это так вот припоминаться. Вот, но это, говорю, про то, что ты можешь в своей жизни, ни разу в жизни не столкнулся с этим немцем, но как услышишь немец, думаешь, все сразу, все плохой. Правда же? Американцы. Ну, более, да, такое современное состояние. Все сразу же, ага, вот все прям такие вот они рассеки. Хотя вот недавно мы это вот в нашей евангельской группе обсуждали, такой момент, что ведь оказывается, оказывается, ну вот иногда думаем, вот Америка, это прямо такая обитель зла. Нам вот отсюда так кажется, что живут прямо злыдни, вот страшные, прямо кровопийцы, вампиры, мечтающие как бы всю планету погрузить в хаос. Вот на этом там денег заработать. Вот есть такая интересная вещь, что в Соединенных Штатах Америки, ну это так нам, для рассуждения, людей, которые причащаются каждое воскресенье, больше, чем у нас в стране. Ну вот в количественном соотношении, больше. То есть там православные больше, чем у нас. Вот людей, которые практикуют. Ну там, ну мы знаем, да, православных там много. Там сербы православные, греки православные, русские православные, американцами православные, там арабы есть православные, кого там только нет, украинцы православные. Ну Америка такая вот страна очень многоциональная. Там очень много таких направлений православных в церкви. Вот и люди ходят в храмы, причащаются. Еще раз скажу, больше, чем у нас. Но нам кажется, что мы-то нормальные, они-то злые, они все плохие. И вот скорее бы Господь этот континент погрузил бы с одной стороны в Тихий океан, с другой стороны в Атлантический, и все бы и не было. Но порой так вот нам с нашей позиции так кажется. Ну вот и подумай, хотелось бы тебе, православный русский человек, чтобы твои православные братья, живущие, где-то по ту сторону земного шара погибли. Вот так вот, в таком мучении. Не хотел. Ну вот тогда остановись. Ну, в общем, ситуация, еще раз говорю, насильно не поменялась. Вот и тут, в ангельской истории, Господь ходит в ту местность, где жили и самаряне, и там вот такие были отношения. Вот эта встреча с женщиной произошла, вот это мы с вами знаем. Вот очень много чего здесь происходит необычного. Но, наверное, знаете, что мне бы здесь хотелось увидеть для себя, и что меня очень сильно утешает. Утешает вот это вот, опять же, отношение Христа. Отношение Христа вообще к жизни, к людям. Ведь женщина удивилась даже. Помните, она говорит, как ты, будучи еврей, общаешься со мной с женщиной-самарянкой? Ну как? Ну почему? Вот что за нужда у тебя есть? Ну все же понятно, мы все привыкли друг к другу. Что мы вот как бы такие... Мы по привычке уже друг друга не любим. Мы видим, как Господь здесь действительно переступает через вот эти человеческие немощи. И вот как бы хорошо, чтобы у нас такое тоже было. Чтоб мы, видя другого человека, мы забывали об этом, знаете, такой вот нашей сегодняшнем вот этом злом взгляде на другого человека. Чтоб мы действительно видели человека в другом. Человека, чада Божия. Человека, которого можно любить. Человека, который действительно способен быть с Богом. Вот как с этой самарянкой произошло. Ведь в Евангелии читаешь то, о чем говорил Христос с ней, он не говорил больше ни с кем. Вот так вот, а факт. Среди иудеев не нашлось никого, с кем можно было бы поговорить на эти темы. Да, о том, что Бог есть дух, да, что ищет все поклонников в духе истине, что вот так ему надо поклоняться. Да, то есть как бы в этом, что ни в Иерусалиме, ни на этой горе Горизим там надо Богу поклоняться. Что Бог вовсе не ограничен какой-то местностью. Кстати, вот тоже интересный момент. Вот мы постоянно повторяем одни и те же ошибки и проблемы. Вот скажем, люди того времени часто как считали? Ну вот скажем, вот в этой местности действует какое-то божество. Скажем, есть Бог у народа там, ну самаряд так вот скажем, да. Есть Бог у евреев как бы отдельный. Есть там Бог у язычников какие-то боги, но они, понятно, слабые, хилые, но вот как-то вот так вот. Вот. И то есть понятие Бога, оно как-то было очень ограниченное, вот какое-то такое вот оно, недостаточное было. Господь вот этими словами, что Бог есть дух, он говорит о том, что Бог везде есть, везде. И ты человек, где бы ты ни находился, ты находишься рядом с Богом. Что сейчас мы с вами в жизни видим? Что-то изменилось, как вы думаете? Вот мы с вами люди живем две тысячи уже лет в христианском вот этом понимании. У нас вера есть, да? Что Бог, он вездесущий, всемогущий и так далее. Как в нашей жизни это проявляется ли это или нет? Как думаете? Мы вроде исповедуем это, правда? Мы символ веры читаем. Все знаем наизусть. Как видно в нашей жизни? Вот скажем, все мы сейчас здесь стоим, в храме. Все очень хорошие, благочестивые, благообразные. Почему? Потому что в храме, правильно? Ну как, храм, дом Божий, правда же? Пред лицом Божиим вроде правда находишься. Кому-то сейчас бредет в голову начать какие-нибудь петь матершинные частушки? А кто-нибудь знает вообще такие? Ну скажите честно. Слышали и знают, правда же? Ну мы живем в этом мире, правда же? Возможно, пусть ты каждый день не практикуешь это дело, но тем не менее, ну знаешь, о чем речь идет. Ну как-то, ну наверное, сейчас язык не чешется, правда же, начать здесь тут что-нибудь выражаться, правда? Почему опять же? Ну неудобно. Неудобно, ну как, дом Божий, зачем здесь вот мне ругаться? Замечательно. Но почему, когда мы выходим из храма, что-то у нас меняется? Почему вот здесь вот друг с другом не ссоримся, не ругаемся? Ну как правило, хотя бывают моменты, когда и в храме бывает такое. Но тем не менее, мы друг друга терпим, друг друга улыбаемся, мы вообще очень милые люди, правда же? Прямо очень милые, прям вот хорошие, добрые, друг другу вежливо там скажем, даже если кто-то меня раздражает, я вовсю буду вот так вот сдерживаться, чтобы не нахамить. Ну сколько сил есть? Может и нахамлю, но изо всех сил. Но стоит мне выйти за ограду, все, уже нет никаких сил. Попробуй мне слово скажи против. Я уже весь натянутый, уже весь такой вот, уже все, уже все не так и все нет. Я готов всех осуждать, я готов сплетничать, готов ругаться, готов там кого-то обзывать. Я обзываю и делаю все это. Прихожу домой из храма Божьего, усталый и голодный, я становлюсь злой. Бывает такое? Бывает? О чем это говорит? О том, что мы почему-то вдруг решили, здесь Бог есть, а дома его нет. Почему дома-то я не перед очами Божьими, какая разница? Мы веруем, да, что Бог вездесущий. Так еще раз говорю, почему здесь мы это понимаем четко, да, вот в этих вот стенах? А когда мы придем в другие стены, вдруг Бог почему-то в нашем понимании, он какой-то становится далекий, глухой, слепой, немой, какой-то, знаете, бессильный. Вот еще раз говорю, проблема такая она есть у нас, к сожалению. Такая проблема была и там. Почему вот они вот все и ссорились, там эти говорят, тут надо Богу поклоняться, эти говорят, там Богу поклоняться, потому что тут он тебя слышит, а там он тебя не слышит. Знаете, вот такое вот, на Господе говорит, что нет, все, закончилось, люди, приходит правильное понимание Бога. То есть вы, говорит Господь, вы не понимаете, о чем говорить. Ну вот сказал Господь, ну пока, к сожалению, вот уже столько времени прошло, ну чаще всего воз и ныне там. То есть вот такое вот оно есть. Ну и опять же, да, не об этом речь, а вот отношение Христа вот к этой женщине. Вы знаете, вот тоже хотелось бы здесь заметить, кто такая была вот эта самарянка с точки зрения, ну не знаю, вот какой-то вот, ну жизни, что ли, вот такой вот, правды. Помните, там такой момент есть, да, вот замечен. Помните, Господь говорит, позови мужа своего. Она говорит, нет мужа у меня. Чего ты как-то стала неловко видеть? Потому что когда человек пытается что-то в жизни скрыть, обычно вот у него как-то, ну, внутри у него неспокойно. Господь говорит, ты правильно сказал. Тот, с кем ты сейчас, он тебе не муж, да был тебе пять мужей, но этот вот не муж. Что там было, мы не знаем с вами. Может, умирали они все они друг за другом. Бывает же такое, наверное, в жизни. Может, она была такая вот женщина, в нравственном смысле, вот такая нестойкая. Всяко оно могло быть. Но вот что вот здесь вот важно, мы не видим, чтобы Христос стал ее ругать. Она сама, наверное, себя ругала за это все. Она сама все знала. Что ей там до десятый раз ей тут объяснять, что это там как-то неправа? Нет. Вот тоже вот такое отношение, что Господь как бы ей сказал, что я все знаю о тебе. Все знаю, да, но я не осуждаю тебя. И не потому, что зло не надо осуждать, сколько ты сама все знаешь. И, возможно, вот ей вот это вот отношение к себе, оно очень сильно помогло. Ведь, смотрите, вот читаешь Евангелие, в этот момент думаешь, вот как она могла поступить, да, вот эта вот женщина Самаренко, она могла разозлиться. Ну, приди ко мне, и начни мне там что-то про меня рассказывать. Ну, я, может, и послушаю немножко, и он скажет, ну, хватит уже. Ну, в конце концов, ну, это моя жизнь, правда, на что ты лезешь? Ну, перестань уже. А тем более тут пришел какой-то инородный, чужой, да, ведь вообще незнакомый. И давай тут меня обличать. Как бы мы с вами поступили? Ну, развернулись бы, ушли, да, вот. Она ведь нет, она ведь как настолько прониклась к этому всему, к нему, она говорит, вижу, что ты пророк, и давай ему такие вопросы задавать. Как Богу служить? Как Богу поклоняться? Что говорит о том, что она настолько для нее это важно все было, интересно это было ей. и поговорить об этом? Поговорить об этом с человеком, который вроде бы и чужак, и вроде бы даже и противник, так вот традиционно, но нет, и хочется об этом разговаривать. То есть вот видим, что при всем том, что в жизни у нее, может быть, не все было складно, но тем не менее, к Богу-то она душе была близка. И какой здесь урок для всех, для нас с вами? Вот Господь потом об этом послом говорил. Помните, когда они пришли, давай удивляться, что ты с ней разговариваешь, с этой женщиной, вот, иди вообще поешь. А он им потом говорил, что да, вот посмотрите, да, на вот эти нивы, которые созрели, которые надо уже, ну, жать уже надо, собирать надо, чтобы пшеницу. Говорил, что вы здесь не потрудились, чтобы это посеять, чтобы это вырастить, вот, но вы приходите сюда, чтобы это жать. Вот, и тут какой смысл-то вот в этих слов? Он заключается в том, что очень часто для нас непонятно и невидимо что-то в жизни происходит, как люди созревают для того, чтобы Бога встретить, да и начать плодоносить, начать давать плоды веры. Вот эти вот люди, помните, как там саморяне сначала поверили словам женщины, вот это она пошла от радости всем рассказала. Они ведь поверили тут же. Настолько она, видимо, сияла в этот момент, что им верила, что она им говорит. Она говорит, я увидела Мессию, которой есть Христос. Идите посмотрите. И они не сказали, что да ну, что тебя слушать, кто-то такая. Что-то им показалось тебе там, глупая женщина. Нет. Пошли, а потом еще говорили, им настолько понравилось, Господь понравилось говорить с ним, уговорили, чтобы с ним остался он на целых два дня. А потом говорят, что женщине, что уже веру не по твоим словам, а сами уже видели. То есть вот люди, казалось бы, ошибались в вопросах веры, да ведь? Ошибались, ошибались. В жизни как-то вот они жили, наверное, как-то неверно. Но вера, потому что она всегда определяет жизнь. Правильная вера определяет правильную жизнь. И вот тем не менее, вот эти люди, казалось бы, готовы принять слово Христа. Отозвались, их души пробудились, глаза их открылись. Помните, как они говорили, что ты есть спас миру Христос? Никто из иудеев такие слова не говорил. Никто. Хотя, казалось бы, были все специалисты. Все знали. И вот урок для всех, для нас, что человек, не суди никогда о других людях раньше времени. Ты не знаешь, когда в жизнь человека придет Бог. Когда Господь пробудит душу этого человека, то смотришь на человека, он тебе кажется вот прямо каким-то последним и самым плохим. Так вот, вспомни про эту женщину-самырянку. Она действительно была, скорее всего, такая вот, не блистала жизнью своей. И вспомни, что с ней произошло. Встретилась она с Господом. А Господь знает, когда прийти в жизнь человека. Встретилась, и вот и стала вот такой. Она как апостол стала, равнопостоль. Она пошла проповедовать Христа. Она всем рассказала, и целый город обратился в эту веру. Вот так вот и тут. Ты кого-то осуждаешь, но ты не знаешь, что вдруг этому человеку сегодня днем придет Бог. И этот человек будет вот куда светлее, чем ты сам. Вот. И вот еще расскажем, да, если мы хотим быть со Христом, хотим быть как Он, давайте вот будем Его глазами смотреть на жизнь. Его. Глазами любви, глазами милосердия, глазами сострадания, глазами прощения, глазами жалости к человеку. Да, опять же, здесь не идет речь о том, что, да, вот нужно там, да, попускать там, да, какое-то зло, там где-то глаза закрывает на что-то. Вот. Хотя, знаете, иногда надо и закрывать. Вот однажды история такая была. В одном, да, в монастыре там ситуация такая была, что, ну, один там монах какой-то в булт впал, что ли, вот что-то такая там ситуация была. Вот. Ну, и там какой-то старец этого монастыря шел мимо кель, ну, слышит там, что-то происходит, вот, ну, так, заглянул в окно, ну, и видит. Там такая ситуация, неподобающая монастырю. Ну, а тут какие-то слышат там, что другие братья идут. В общем, забежал, какой-то большой кастрюлей, не знаю, котлом ли, как-то все их закрыл и сверху сел. Вот. Пришли другие, говорят, что-то тут мы слышали, нам тут кто-то сказал, что тут там какой-то брат, вот, Гриш. Он говорит, ничего не знаю, не знаю, никого тут нет, сам зашел пусто, вот котел только какой-то, вот на нем сижу, никого нет. Ну, и, в общем, вот, те, что уж ушли, как ушли, он котел снял, ну, и говорит, ну, брат, ну, там, как-то подумай о жизни своей. То есть не стал ни осуждать, не стал, да, его как-то там укорять, не сдал его. А тот, видя, да, к себе такое милосердие, сострадание, вот, он одумался, раскаялся, вот, и жизнь свою как-то вот изменил, исправил. То есть такое вот тоже бывает, такое тоже иногда нужно. И то есть в этом плане дай на Бог мудрости, понимать, когда и с кем как поступать. Вот, но самая главная, если хочешь быть со Христом, будь, как он, милосердный, будь исполнен любви. Ну, спаси Господь всех вас, дорогие наши братья и сестры. Христос воскресе! Христос воскресе! Спаси Бог! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok